Пять мобильных пунктов вакцинации супругов с ковид-инфекцией начинают действовать в Могилевской области. Три из них у Бавруську и Пакуль-2 будет в Могилеве. Размещаются и они в гандлевых центрах, и так, меркуют урачи, и они смогут быть ближе к людям, которые еще не отримали свою дозу иммунитета. Как у Латкована праца первого мобильного пункта в Могилеве, увидела наша здимуточная группа. Не все доходят до поликлиники, а, к сожалению, чаще доходят до магазинов. Поэтому вот эти наиболее посещаемые пункты, где люди могут не только приобрести то, что им необходимо, но и привиться, толкнули нас на то, чтобы мы организовали здесь привычные пункты. Это не только наша практика, такая практика осуществляется в Европе, в России. Первый мобильный пункт вакцинации супругов с ковид-инфекцией разгорнулся на другом по версии гандлевого центра Атриум. И по сути, тут все как на стационарном пункте. Ураж ведет огляд пациента, заполняет документы, и медицинская сестра непосредственно робит прищепку. Вячеслав приехал выбирать технику для дома и стал первым пациентом мобильного пункта. В начале года планов даже вообще вакцинироваться не было. Все ближе, ты начинал все задумываться, может, стоит, и все-таки все за и против. И по воле случайности увидев, что это можно сделать довольно-таки быстро и просто, то есть решился и сделал. На нынешний момент на нашем общественном пункте вакцинации населения можно привиться китайской вакциной «Вероцел». Почему наш выбор пал именно на эту вакцину? Потому что она требует более мягких условий хранения. Она хранится при температуре от плюс 2 до плюс 8, которая гораздо легче безопасно обеспечить. Если мы увидим, что пациентов, желающих привиться вакциной российского производства «Спутник Ви», мы оснастим этот пункт морозильным оборудованием, чтобы предоставить всем желающим ту вакцину, которую они хотят. У поликлиниках в области теперь у наявности вакцина двух вытворцев Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Выбор, чем прощапиться и где теперь за насельництвом. Все требования санитарно-эпидемиологические мы контролируем, мониторим. В том числе при открытии. Здесь есть в наличии вода, здесь есть в наличии холодильник, ретеркулятор, который дезинфицирует и обеззараживает воздух. Здесь есть антисептики, холодильное оборудование, в котором хранится вакцина. Поэтому никакого скептицизма быть не должно. Хочется выразить слова благодарности администрации торгового центра «Атриум» за то, что они помогли, нам оказали содействие, выделили площади и всячески нам помогают в организации именно этого прививочного пункта. Поэтому спасибо большое бизнесу за то, что они тоже не остались в стороне. Гэтый пункт працует с 11 до 18.00. Иншые могилевские поликлиники теперь ведут перемовы с гандлевыми центрами города на организацию таких же мобильных пунктов. На гэтый момент по области более 200 тысяч человек отримали первый компонент вакцины и более 170 тысяч – або два. Гэта более 20% насильництва в области, а лишь для эффективной боротьбы с ковидом. Иммунная прослойка повинна скласти не менее 60%. Тому вакцинация протягивается. Крыстина Кранкевич, Юрий Оласцов, Новина региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова